привет всем мои хорошие мои любимые друзья хочу показать вам как я уже немножечко похудела здесь я одела леггинсы плохо видно вот эти леггинсы еще ни разу в жизни не одевала они у меня уже лежат лет пять так точно еще я помню покупала зимой мне женщина сказала зря вы берете вы никогда в жизни не пытал не похудеете и сама сидит прям огромная такая толстая вот я решила померить и в них влезла наконец-то даже тут вот еще была бирочка они по-моему со скидкой были потому что бирки не было вот но у них вот посадка очень высокая принципе с кожаной курткой одевать и будет наверное шикарно а ну вот так будет видно вот тут уже видно появилась как раз у меня как бы дырочка скажем так потому что когда женщина девушка вернее толстая то там все так вот толстая то тут вот прям вообще просто классно уже похудела наконец-то кстати карманы везде думаю потеплее станет я надеюсь то что я не наберу вес все таки хотя и даже немножко нам не висят мне кажется тут этих вот кстати вот местах и в принципе с кожаной курткой можно будет их одеть хотя честно говоря вот сюда утяньте не натянул их с трудом видимо после беременности родов мне кажется что у меня бедра тут стали пошире немножко вот и здесь естественно сегодня по вынимала куча своих джинс уже здесь вот эти короче не полезли на меня они слишком маленькие мне не знаю зачем я купила такой маленький не уже тоже давно-давно лежат в надежде что когда-нибудь похудею но нет у меня даже вот тут вот нога с трудом поместилась нога у меня дошла вот только вот досюда и застряла то есть ну не знаю мне кажется даже не похудею до этого места смысле вообще не похудею чтобы настолько одеть как бы я и сейчас уже довольно худая а чтобы ходить я должна не знаю даже сколько какой здесь размер и нужно 40 может быть фиг знает короче а вот 25 написано я не знаю какой это размер следующий когда их покупала следующий он не был как раз поэтому я взяла меньше здесь какие-то вот джинсы по-моему это я на зиму покупал их на не буду трогать а вот тут вот есть еще джинсы их по-моему я одевала они вот как раз по моему должны быть мне вот ну и тут нашла джинс который я ходила по осени мои такие вот джинсики потому что уже жарко становится вот и кстати здесь у меня подарок лежит я своей крестной приготовила подарок вот такой вот картиночку мы с вами рисовали получилось так что я рисовал ее целый день потому что нужно дождаться пока подсохнет опять дождаться подсохнет вот рисовал я под камеру то есть на камеру вот такая вот красота у нас получилось и там я еще положила ей чайок на том что не передают всякие подарки через маму я думаю дай думаю тоже что-нибудь и передам и такой классной сумочке вот так вот у нас дела располагая да не sei Субтитры создавал DimaTorzok У нас тепло, плюс 3. Поют птички, но вряд ли слышно, наверное, здесь дорога, шум, дети кричат, уже появляется первая земелька, я вышла гулять, сейчас я пойду за зимой, где-то через полтора часа, решила выйти погулять, подышать свежим воздухом, потом мне все говорят, я бледная, сейчас подышу, станет хорошо. Здесь уже появляется травочка, а еще прошлогодняя пока, а вот когда начнет появляться свежая травка, это вообще, я так радуюсь всегда, такая травка. Здесь мы с вами были, кстати, и осенью в этом парке, и зимой, и летом. В прошлом году, кстати, здесь была вот эта вся полянка, была усеяна одуванчиками. Можете посмотреть, там как раз начало весны, мы же с зимой погулять вышли, там прям все в одуванчиках. Вообще, такая красота, надо будет в этот раз тоже не пропустить, а на следующий день, там через несколько дней мы пришли, уже одуванчиков не было, там что-то выложено, сердце какое-то. Здесь, наверное, магические заклинания проходили ночью. Уже так хорошо становится, тепло так. Ну, вон, прошлогодняя травка. Прошлогодняя. Вот, сейчас мерила свои штаны. Те, кстати, розовые я все-таки напялила, одела, но не до конца. Попа еле влазит, в них еще худеть надо. Ну, не осталось там всего 3 килограмма сбросить. Совсем уже чуть-чуть осталось. Ну, а к тому времени, пока выйдет этот ролик, мне кажется, я уже не буду сидеть на диете. Вот, наверное, буду на каком-нибудь правильном питании, чтобы организм привык теперь к еде. Потому что я то голодаю, то ем, то не ем. Как-то так. Все-такиawy,bound ст nämю для ног. Теперь мы по заявкам, поэтому любите обращать все лето. И мы рассесть с 엎отом в текущим поля меньше, где помогли чуть-чуть поверить helt. Чтобы, как мы сейчас все утр Upper 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 Upper... Кстати, напишите в комментариях, что это за птица. Сорока у нас белая, ворона у нас вроде как черная, тогда это кто? На детских карточках написано, что это ворона, тогда черная у нас кто? Он там кстати идет прям очаровательная сучка. Такая погода солнечная. Так тепло, но все равно немного холодно. Ветер холодный такой. Может тут услышится птичек? Такой маленький лесок. Мы с вами здесь были летом или осенью. Осенью наверное. Такой маленький лесок. А тут прям зима, снег, видимо сюда солнце плохо попадает. Тут разные тропинки. Площадка детская заброшенная. Площадка детская заброшенная. Здесь стоит долгострой, уже больше пяти лет стоит среди домов. Там, кстати, строится дом. Уж не знаю где его там впихнули. Если бы там дорога была только. На дорогу что-то поставили. Площадка детская заброшенная. Площадка детская заброшенная. Площадка детская заброшенная. Площадка детская заброшенная. Площадка детская заброшенная.